Около месяца назад в Минюсте Республики зарегистрировали новую организацию – Ассоциацию сельхозпроизводителей Абхазии. Ее председатель Денис Солонко руководит крупнейшей в Абхазии перепелиной фермой и общается с другими молодыми сельхозпроизводителями. Оказалось, что проблемы у всех похожи, а решать их сообща проще. То, что касается ассоциации, на самом деле, как и многие хорошие идеи, она возникла довольно спонтанно, исходя из тех проблем, с которыми мы столкнулись, когда начали создавать свое собственное хозяйство. И мы пришли к тому, что некоторые вещи можно решать вместе. Практически у всех тех, кто занимается в сфере сельского хозяйства, похожие проблемы. В том числе, это и проблемы с выходом на рынок. Это, скажем так, вопросы, связанные с объемами производства. Потому что, если ты хочешь выйти на рынок, то у тебя должны быть, если небольшие, но все же стабильные объемы производства. Иначе ты просто не закрепишься. Пока что в ассоциации около 10 небольших хозяйств из Гудаутского, Сухумского, Гулрыбского и Очемчирского районов. Есть, к примеру, экоферма по выращиванию овощей, где растения лечат только натуральными травяными настоями. Есть хозяйство с новыми породами свиней и кур. А у самого Дениса Соломко – семейное перепелиное хозяйство. На сегодняшний день это самое крупное хозяйство в Абхазии, самое технологичное. Я абсолютно точно знаю, что ничего подобного в этом плане нет. Почему? Потому что практически все процессы, которые возможны, на этой ферме автоматизированы. От поддержания микроклимата до каких-то там… Ну, корм надо вручную подавать. Пока еще не придумали, как правильно подать, потому что все очень маленькое. Мощность этой фермы на сегодняшний день, то есть потенциально, да, порядка 70 тысяч, от 50 до 70 тысяч голов в год. И где-то порядка, где-то до 3 тысяч яиц ежесуточно эта ферма может давать. Сейчас таких объемов нет, потому что потребление рынка не такое большое. С 2018 года ферма «Харахача» развилась до полного технологического цикла. В инкубаторах выводятся перепела, продаются в живом, очищенном и копченом виде. Кроме того, продаются перепелиные яйца. Все свое производство Денис Солонко считает экологически чистым, потому что не использует заводские корма с химическими примесями, а методом проб и ошибок разработал свою уникальную формулу. Секрет заключается в пропорциях. Вот смотрите, я специально свою записочку открыл. Кукуруза, пшеница, жмых, ячмень, горох, соевый жмых, овес, мел, ракушка, мясокосная мука, дрожжи, премикс – это витаминная добавка, и соль, и люцерна. Она у меня здесь не записана. Все сразу задают вопрос, что такое дрожжи. Это не дрожжи в том понимании, в котором есть, это сырая клетчатка. Денис Солонко говорит, что найти точки сбыта несложно. Спрос на перепелку в Абхазии есть. Сложно конкурировать с импортными аналогами, которые в силу больших объемов производств предлагают более низкую цену. Самая большая проблема – импорт, ввозимый в Абхазию. Вот представьте, аналогичный продукт, не всегда качеством лучше, чем нас, а зачастую чуть-чуть похуже, но дешевле, он востребован больше. Востребован больше. И наши, скажем так, магазины, сети всегда, очень часто некоторые смотрят на выгоду, на вот эту дельту, которую они могут заработать. И, соответственно, бороться с импортом сложнее всего. Еще одна серьезная проблема для технологического производства в Абхазии – перебои с электроэнергией. Однажды Денису Соломко пришлось выбросить 2500 яиц из-за того, что инкубатору не хватило напряжения для поддержания нужной температуры. Да, эти проблемы есть, они до сих пор сохранились. Более того, у нас практически окончательно один из инкубаторов, который стоит больше 100 тысяч, вышел из строя. Так называемые мозги или блок управления инкубаторов – это микросхемы. Это, ну, может быть, там не на уровне телефона, но если его постоянно включать-выключать в день по шесть раз, он просто выгорает полностью. Сейчас как бы стоит вопрос о его замене. Вряд ли его можно отремонтировать, потому что его ремонтировали уже раз пять. После того случая мы приобрели генератор. Он нам обошелся в 50 тысяч. В этом плане вопрос решен, но, опять-таки, отключение и включение, они все равно влияют. Ассоциация сельхозпроизводителей еще в начале своего пути, и пока что это площадка, где молодые фермеры обмениваются знаниями, обсуждают новые тенденции и ищут пути решения общих проблем. Денис Соломко открыт для вопросов и сотрудничества, готов показать свое производство и дать советы начинающим. Надежда Боровикова, Степан Мартиросян, Абаза ТВ.